И заспрашивает. Здравствуй, Лёша. Очень рада твоей победе на «Экс-факторе». Ты это заслужил. Когда Оксана назвала твое имя, я плакала от счастья. Так вот, я как человек музыкальной среды хочу узнать, каких классических и зарубежных композиторов ты любишь больше всего. Или, может быть, тебе нравятся какие-то отдельные музыкальные произведения. Назови их, пожалуйста. Ну, уже, в общем-то, говорил, ну, говорил исполнитель, а композитор. Хорошо. Кто из композиторов? Ну, из композиторов. На самом деле, очень много композиторов. Это Верди, Кучени, Данинсетти, Леон Кавала. Да очень много композиций, которые я люблю. И перечислять можно бесконечно. Поэтому я, к сожалению, не буду перечислять все это. Можно тогда здесь целый день все это рассказывать. Мы проходили такой предмет, как СМЛ, это святомо-узычная литература, где мы изучаем композиторов, музыкантов. Поэтому очень много известных композиторов, которые мне нравятся. Поэтому вот так это все. Это очень много, тяжело все это перечислять. Я люблю красивую музыку, настоящую. Поэтому настоящих композиторов очень много. Они известны во всему миру. Верди, Кучини, Данинсетти и Страны. Ася спрашивает. Здравствуйте, Алексей. Прежде всего, хотелось бы поздравить вас с замечательной победой и пожелать успехов как в профессиональной, так и в личной жизни. Скажите, пожалуйста, вы планируете продолжать музыкальное образование в Италии или Испании? Планировать я планирую. Как бы удаст. Если у меня будет возможность учиться там, я с удовольствием буду учиться там. Я хочу учиться, развиваться. Я буду развиваться. Где, пока этого я не знаю. Но, конечно, я мечтаю учиться в Испании, в Италии. Там, где зародилась школа. Вопрос от Ирины. Там уже был такой вопрос. Елена спрашивает. Алексей. Как только я услышала, как вы поете, я еще на отборочном туре с тех пор постоянно отправляла смс и голосовала за вас. Поздравляю с победой. Есть ли предложения от продюсеров? Так, это все было. А, вот еще. Есть ли вы в социальных сетях и страничка ВКонтакте настоящая? Да, страничка в социальных сетях и ВКонтакте настоящая. В Фейсбуке, в Майспейсе. Есть в Твиттере. Их очень много страниц. Но, к сожалению, страниц много, а времени у меня мало. И я не успеваю везде отвечать. Я бываю очень... Бывает, захожу в ВКонтакте и стараюсь отвечать, общаться с подскочитателями творчества. И в Фейсбуке я бываю. В Майспейсе я общаюсь основном с какими-то итальянскими и зарубежными ребятами, музыкантами тоже. Стараюсь вот так вот общаться. Так, ну давай последний вопрос. Время наше подходит к концу. Так, сейчас... Настя спрашивает. Алексей, ну первое, хочу поздравить вас с победой и поблагодарить ваших родителей, что помогали вам развивать свой талант. Моя мама и я смотрели каждый эфир и болели за вас. Уже ни для кого не секрет, что вы увлекаетесь, кроме пения, еще и боксом. Вопрос такой, если вам предложат карьеру боксера, вы выберете пение или бокс, или спорт? Хороший вопрос даже, отлично. Да, если боксерам, для бокса нужно тоже свое время уделять и развиваться в этом плане. Сейчас я стал дана... У меня есть звание артиста, да, исполнителя. И, конечно, безусловно, я буду развиваться в музыке. Спортом, конечно, я не собираюсь сюда бросать. Это тоже большая часть моей жизни. Я буду просто заниматься, но уже для себя, для того, чтобы поддерживать физическую форму. Потому что физическая сила тоже очень важна для исполнителя и артиста. И еще один вопрос. Вот во время проекта несколько раз были встречи с поклонниками. Будет ли подобная встреча для нас, твоих поклонников? И как можно организовать встречу с Алексеем Кузнецовым? Я надеюсь, такие встречи еще будут у меня одна. Если я буду развиваться, конечно, дай бог, я буду развиваться. Я в этой искренней вере. И как это устроить, к сожалению, я не знаю. Потому что кто устраивал эти встречи, они сами их устраивали, просто приглашали меня на эти встречи. И если у меня будет такая возможность, конечно, я соберу поклонников. И мы с удовольствием с вами пообщаемся. На этом все. Будем заканчивать нашу конференцию. Спасибо большое. Пожалуйста, Алеша, выбери победителя. Вопрос, который понравился тебе больше всего. Люди ждут фото с автографом. Больше всего. Очень хороший вопрос про любовь. Что для меня значит любовь? Для меня это значит очень важно. Это многое значит. Поэтому давайте. Все вопросы хороши, но любовь это очень важно. для меня. Мне мама даже любовь с автографом. Это же самое любимое. Да, это вопрос от Веронички. Алеша, что твое понимание означает слово «любовь», да? Да, давайте, Вероника, сделаем вам такое вот. Спасибо вам большое. Наш победитель, Вероника. И завершающее слово для наших зрителей. Спасибо большое, что верили в меня. Спасибо большое, что дали мне такую ответственность на мои плечи. Надеюсь, я понесу это с честью, достоинством и не подведу вас так, как вы сделали свой выбор. И я буду внести звание артиста с честью, с высоко поднятой головой. И уверяю вас, что мое творчество будет развиваться, и оно не завянет, и будет радовать вас, ваши сердца. Всего вам большое. Спасибо, уважаемые зрители. В гостях у Комсомольской. Правда, был победитель шоу «Х-фактор» Алексей Кузнецов. Мы с вами прощаемся, но ненадолго, так как через несколько минут к нам придет финалистка шоу Марьера. До встречи.